Их мамы и папы или кто-то из родных за решеткой. Но они сами ни в чем не виноваты. Они просто дети. На это хотели обратить внимание организаторы акции «Ёлка-ангела», которая буквально прошла в период рождественских праздников. В Украине сейчас находится более 150 тысяч заключенных. И у них есть дети. Это тоже сотни тысяч детей, которые по статистике займут место своих родителей. Если не вмешаться в их судьбу, если не придет в их жизнь Христос. И наша работа направлена с детьми на будущее. На то, чтобы эти дети были приведены к Богу, и Бог изменил их судьбу. Служители церкви «Дверь в небо» еще в начале осени. Людям, которые стали на путь исправления в колониях, объявили. Хотите поздравить с Рождеством своих детей? Заполняйте анкету. Отозвались многие. Затем каждому участнику проекта христиане привезли открытку, которую смогли подписать своему родному ребенку и уже с подарком отправить своему адресату. Об отправке и доставке также побеспокоились организаторы. Когда мы приходим как бы от имени папы, сидящего в тюрьме, и говорим, твой отец тебя любит, он не забыл, вот он передал этот подарок, хотя этот подарок мы лично за свои деньги покупаем и приносим, то происходит какое-то удивительное такое, знаете, священное действие. Сердце ребенка оставленного, потому что отец в заключении, раскрывается к родителю. И когда мы потом снимаем на видео и показываем родителям, сердце родителей вообще наполняется, ну, благодарностью, радостью, что как бы от имени его пришли к его ребенку и принесли весточку, принесли подарок, принесли любовь и привет из тюрьмы или зоны, где находятся эти люди. В общем, эта идея действительно имеет потрясающее свидетельство. Бог сильно действует, потому что Библия говорит, что он поворачивает сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. 92 ребенка получили подарки и весточку от своих родных. Это была колоссальная работа служителей. Если ребенок из Днепропетровска, то заезжали лично и вручали подарок. А если в другом городе, то подарки отправляли почтовыми службами. Этот проект вызвал не только у детей, но и у родственников приятную неожиданность. Мы вообще удивлены были, что наш дядя еще помнит о нас, поэтому большое ему спасибо, мы про него тоже помним. Вы знаете, я, честно говоря, никогда не слышал от такой акции, но очень рад. И, честно говоря, это для меня большая неожиданность, что сегодня верующие люди на самом деле занимаются такими вещами. И это не просто слова, а просто это доходит до детей, до, так сказать, места, ну, правильно, ну, нужного места. Социальный уровень детей был разный, поэтому для одних подарок вызывал море положительных эмоций, а другим важно было почувствовать, что их любят и помнят о них. Даже если бы это была просто коробочка конфет, но это очень важно, потому что это конфета от папы. Это не просто конфета, пошла мама купила там, которая каждый день от папы. Оценить такое внимание к детям удалось и тем, кто уже познал любовь Христа. Спасибо. Хочу сказать тем, кто подготовил все это. И хочу сказать, что особенную радость может доставить по-настоящему только Господь Иисус. И в сравнении с ним все дяди морозы, они отдыхают. Благодарность за проявленную любовь. Дети рассказывали стихи, пели песни, играли на музыкальных инструментах. Служители церкви сняли видеопоздравления от детей, которые повезут в ближайшие выходные, места лишения свободы. Дух упал, а шишка, прямо мешки, воп, осиделся мешка и нахуй топ. Дорогой папа, я передаю тебе привет и жду, не дождусь, когда ты приедешь. И спасибо этим людям, которые принесли эти подарки в наш дом. Благодарю тебя, папа, и этих людей за все, что они сделали. После этой акции организаторы решили заботиться об этих детях и об их опекунах, молиться за них и поздравлять. По результатам проекта, уже после проявленной заботы и внимания, 10 человек пришли в церковь. Акция «Елка-ангела» прошла в рамках проекта «Вифлеемская звезда». В церкви продолжается период благотворительных акций. Впереди церковь посетить детские дома и интернаты. Специально для телеканала «Благих новостей» Анна Блоха, Евгений Бочаров, Днепропетровск, Украина. Продолжение следует...